у никита уже в доме нашел две монетки ну-ка че там за монетки 20 копеек 45 и российские 10 копеек российские но наши что ли обычные да наши а ну вообще ходячка короче слушал это вот нормально сорок пятый год 20 копеек то никита нашел это вообще-то моя коробочка не гитос нашел кузнецовский фарфор потом я засниму получше на аккуратнее с ним шикарно шикарная полочка очки упали надо пытаться аккуратно залезть просто по досечке как обезьянка потому что там зажала дверь за этого не вылезти где было бы удобно вылезти раз будем пытаться я чердаке коробочек сорок пятый год примерно после военных времен ложечка медная старинная с клеймом видно вот клейму через во там клейма старинная и две монетки не две монетки и две монетки ну тут еще конечно что то есть но тут смотрите какой завал все завалено вообще конкретно а 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 И вон там дальше еще один. Сейчас покажу вам их. Вот первый. Сейчас зумом я приближу. Зумом. Первый. Вот такой вот весь разрушенный. И вон еще один. Ой, а что у меня стабилизация не работает? Так, ребята, извиняюсь за тряску. Что-то у меня стабилизация отключилась. Сейчас как-нибудь ее включим. Вот, ребят, стабилизацию я включил рук, а то у меня тряслись, как у алкаша. Руки, блин. Очередной шедевр. Это потрясающе. Сейчас сфокусируемся. Ну какая же красота, господи. Это реально вырезанное из одного куска дерева, ребят. Это просто шедевр. Я поражаюсь вообще на эти вещи. Ручки вот такие классные. Вот это вот сервантик. Блин, ну это так круто, а. И все это скоро рухнет и пропадет, а. А, ну там трещина есть, к сожалению. Но это все реставрируется, конечно. Крышечка от самовара. Да. Крышка от самовара. И причем деревянная ручка сохранилась очень хорошо. И она летая. Вон толстостенная. Это редкие находки, ребят, редкие. Ух ты. Фото старинное очень. Порванное старинное фото. Еще фото старинное. Вот еще. Старинное-старинное фото. Вон они, показается, лежат фотографии старинные. Ух ты. Какие старинные фотографии-то, ребята. Вон там телега на заднем плане. Лампадка. Красивая лампадочка. Расколотая, к сожалению, конечно. А, нет, это керосиночка. Видите, тут ручка была. Керосиночка красивая. Цвет приятный, очень синий такой. Класс. Но, к сожалению, с укратами. Чердак, в принципе, пустой. Экшн-камера, если у него нет. Две монетки, короче. Это на металлоискатель. На всем чердаке две монетки. Получается, так, 39-й год. 15 копеек. Хороший сохранчик такой. Патина покрылась просто, а так нормально. И, можно сказать, современная, одна копейка, 80-й год. Вот такие две потеряшечки на всем чердаке. Больше ничего нет. Так что чердак тоже почти с пустой, можно сказать. Ладно. Ребят, смотрите, прикол. Градусник старинный. А внутри ртуть. Видите, вон шарики ртути какие. Офигеть. Но он запаянный. Он запаянный. Внутри ртуть. Опасная находка. Вот такой в деревяшке он был. Его лучше только в деревяшку и оставить. Вот деревяшка он такой был. О, на полочке валяло. Смотрите, какая сохранка. Вот в этом бароклишке. Вот такая монетка лежала. 20 копеек. 1943 год. Прикольно. На чердаке вот фотографии, портреты старинные. Просто уже закинуто на чердак. Уже никому не нужно. Висели когда-то. Меня всегда поражает вот эта вот фотография. То, что это же то мгновение. Для них то мгновение, когда их фотографировали, это было настоящее уже. Вот. И получается, сейчас уже прошло много-много лет. И вот тот миг этот запечатлен на фотографиях. Мальчик потом пошел клада по своим делам. А сейчас какая судьба у него? Что? Когда это было? Даты не стоит, к сожалению. Да. Охренительная находка. Смотри, прикол. Та-дам! Красное знамя СССР. Обалдеть. Вот прикол. Тарелочка интересная. Тоже ранние советы. Ну, все, конечно, уже в таком состоянии. Все равно чуть меньше 100 лет этой тарелки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok